добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить об отцовстве и периодах развития человека сегодня я хотел бы коснуться периода с 18 до 21 года это еще один достаточно важный период наверно все периоды в жизни важны но этот особенно наверное он настолько же важен как и первый период до 5 лет потому что этот период я его называю периодом личностного развития это время поиска себя кто это время когда наши дети учатся выбором профессии своего пути по жизни своего места в этом мире своего вообще своей роли вопрос кто я зачем я пришел в этот мир что мне делать это в этот период становится ключевым разговаривая с молодыми людьми задавая им вопросы я пришел к выводу что многие не понимают зачем они живут многих нет мечты многих нет какой-то цели знаете в жизни то есть вот куда ты собираешься поступать на химик а зачем мы просто там проще а ты куда собираешься ну на истфак почему там конкурс меньше о чем вы мечтаете я не знаю это типичный ответ это говорит о том что период вот личностный вот этот период личностного развития был упущен кто я ответ на этот вопрос определит всю дальнейшую судьбу человек и я как отец я хотел бы не просто помочь моему ребенку в это я наверное единственный кто может это сделать я постоянно держал руку на пульс я наблюдал я смотрел я участвовал я знаю что из себя представляет мой ребенок и знаю его сильные стороны я знаю его слабые стороны я знаю его характер я знаю его даже лучше чем он сам потому что я больше заинтересован в его жизни чем собственно мы с вами как отцы призваны помочь нашему ребенку найти себя найти себя как личность и вот в этот период формирования личностности мы нужны как никогда потому что это ну настолько важно насколько это вообще себе можно представить как мы можем помочь нужно взять весь свой опыт общения с нашим ребенком и провести максимальное время такое вообще только возможно говоря 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 и говоря потому что когда мы с вами берем какие-то его сильные черты мы преподносим их мы как бы показываем вот знаете перед самые глаза посмотри вот это твоя сильная сторона вот это и может быть в глазах общества или там окружения друзей это будет мелочь но это действительно его сильная сторона например он умеет хорошо рисовать или делать какие-то мелкие готовить но это важно кто и ты лидер или нет может быть ты человек который умеет придумывать какие-то новые идеи может быть ты человек творческий который постоянно что-то творит не утворяет не делает какие-то проблемы а придумывает что-то новое может и фантазер и вот твой путь мне кажется так одно маленькое предостережение друзья не указывать а советует мягко направляя они пиная волшебным пендалем